Располагайтесь 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 Офицеры, и летное училище еще, заводы и фабрики, все воинские части, и трудно найти, где не проповедовал. Поэтому у меня все время вырабатывалось, сделать не так, как везде. Проходное дно. Вот у меня брат, он священник, когда приехал отец Геннадий Фасс, очень известный, сейчас доктор богословия, патриархи. Мы заходили в Покровский собор, стояли, вот так вот все, бровано движение. Вот Патюшка рассказывает, приехал архиепископ германский Аргус, он знает этого епископа. Как его звать? Марк, я так, если не ошибаюсь. И он очень умный человек. А что у вас здесь совершается в храме? Здесь отпевают, здесь встречают, еще что-то делают. Это везде, это многогласие называется. Против чего боролся Никона Авакум. И мы стояли и думали, как избежать этого? Никак. Никак, почему хозяин здесь? Здесь хозяин священник и все, и он, что тебе позволит? Как убрать торговлю-то? Никак. Я бьюсь, убрать торговлю. Один здесь был каточок. Пока я бился, сделали три. А теперь еще лавка в ограде, там они торгуют, большая лавка, дом настоящий. Как сделать так, чтобы исполнялись каноны? Крестили правильно. Чтобы исповедь была тайна. Но мы ничего нигде не захватывали. Необходимо. Я говорю это, я этим живу. Это не просто так. Я занялся канонами и нашел, что их всего 989 канонов с декретариями Юстиниана. Действующие сейчас, 719 действующих. Остальные были временно против какого-то человека, Орду. Он умер, а дальше это правило уже к нему не касается. Из них 413 ежедневно, среди направленно нарушаются. Умышленно. Притом, когда я сделал это, в каком соборе, какое правило, как оно нарушается где-то. У меня узнали, когда я был в Америке, в Жарнобильском монастыре. Они, немедленно дайте. Узнали патриархийное, здесь Иннокентий был просверлен. Сразу запросили дайте. Но у меня симфония не была готова. Я еще работал симфонией над правилами, канонами. Черновики были, они подержали, вернули, там обрезаны. Это готовый сейчас материал. Эта работа шла день и ночь. Никто не помогал. И работа эта сделана. Вот она лежит. Это за 8 лет, не полный 9 лет. Каждую строчку надо проверить. Один раз я лежал в больнице, я материал сдал, я много печатался в разных зданиях. И мне показалось, что я сказал 719 год. А там был 718. А я напечатал 719. Я больной, выпросился, прибежал к типографию. Вы как? Нет, вот уже гранки набраны. Покажите. Я в 719. Год, который ничего нигде не значит. Никак. Я не могу по-другому. Я очень уважаю своих слушателей. Я должен такой материал, вот он лежит книгой, Кристос православия. По ней диссертации защищают. Мне говорят, Германия пишет, здесь. Я работал на ней 20 лет почти. По крупистам собирал. И вот теперь говорю опыт. Как сохранить общину? Если партия не может себя защитить, революция не может себя защитить, ей грош цена, Владимир Ульянов. Точно так и в общине. Вот у нас висят здесь правила. Ты его можешь снять, принести сюда. Они снимаются. Вас подводили там. И вот эти правила здесь необходимы. Если человек привык по-другому, не подгибай ноги. Вот человек стоит на службе. Смотри внимательно на меня. Нога переломана. Это женщина, чтобы он из-за отклящивался. Она всегда стоит, ногу вот так вот делает. Здесь то, другая нога. Притом, зачем делаешь? У нас в уставе написано. А почему? Григорий Богослов сказал об этом. Что ты, как жарам на болоте, подгибаешь ноги? Он подгибает ногу. А они знали, что. И знали, как назвать. Руки не держать сзади. У нас был один, прочитал у Семёна Нового Богослова. Мы здесь стоим, как пленники, связанные грехом. Пленники, руки назад. На зади же. Наручники. И он стоит, руки назад. Я говорю, Игорь, это так не положено. Но я прочитал. Я сказал, не положено у нас. У нас написано. Руки не держать сзади. Но я как раб. Так, выйди. Разговаривать не будем. Я, наверное, сказал, я спорить не люблю. За что спорить? Спорит. У меня есть такое извещение. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вот мне говорят в интернете, ну, если у меня 13,5 тысяч роликов, то на каждый может быть отзыв. Почему вы не отвечаете? А потому что там всё сказано до конца, заслушай. Там уже всё сказано. Мне отвечать не надо. Бывает, иногда спросят, как книги достать, купить, там то другое. Только там правила у нас есть. Писаные и неписанные. Неписанные, мы просто знаем их. Надо вытирать ноги. Что ещё надо? Детям, я говорю, что был носовой платочек с собой. Сто ты не размазывать. В лагере я проверяю каждый день. Если нет, я его засол не посажу, пока не сбегает туда-сюда 200 метров. Листик не сорвёт один. Так. Так вот здесь. Если кто к нам ходит, мы спрашиваем. Вот она позвонила. У меня человек вот такой-то он. Как? Я бы ты узнал его. Чтобы одеты был. Как? Не курит? Нет, не курит. Ну если курит, с собой в этот день не брать. У нас довольно льготные правила. Ну и дальше ты уже смотри, что пришёл, правило, ознакомился. Так было. Но дальше не сказали, он не виноват. У нас правило такое. Мы разрешили один раз прийти. Я не вмешаю. У нас есть здесь смотрители, которые смотрят за порядком, за женщинами, там. Ну всё остальное были, чтобы с поясом, юбки, там. Для нас это уже не надо. Все знают, как одеваться. Мы каждого должны предупредить. Ты к нам сходил, и надо побеседовать. Я не побеседовал. Понравилось вам? Если не понравилось, что не понравилось? Я могу тут объяснить. Я скажу, это у нас так положено. С тарелкой у нас не ходят. У нас дитякина всё погашает. Василий Николаевич, сядь поближе сюда. Попросите у батюшки сесть. Я говорю, попросите, калабатюшки сесть. Узнает такое. Ему говоришь, он как трактор идёт и всё. Ну сказал, сесть. Батюшка тебе показывает. Даже не слышит. Нельзя это делать так. Везде существует дисциплина. Цариса Савская далеко жила и услышала, какой Савь Соломон. И приехала, и она потом сказала, мне половину не рассказали, что она увидела, как слуги служат, за столом прислуживают. Это простое. Вот у нас чашку видели, как если чашку поставили, на чашки не клоняйте. Почему? Василий Великий говорит, все животные наклоняются, а человек подносит её к себе на кусочек поднести. Понял? Я тебе научить не могу этому. Залезешь и щавкаешь. Всерак говорит, не обогачивайся на стол во время еды. У меня руки. Всё, облапал сейчас. Пока слушай. Пока слушай. Видишь, какой он дерзкий. Я пояснил один раз. К нам пришли вы. Я с вами не поговорил. Сейчас спрашиваю, какого числа вы пришли первый раз? С вами конкретно. А вас два Тимур, я понял? Да. Так, запиши. Какого числа первый раз пришли? Седьмого. Запиши. Седьмого и ногоря. Вот здесь, запиши. Первый раз такого-то числа. После этого вы больше не были? Так, сколько в воскресенье пропустили? Одно. Сколько? По канону. Одно в воскресенье пропустил только? Дело в том, что у нас правила, которых нигде нет правил. Вы здесь не член общины и не воглашенных. Но над вами уже правила определенные. Почему? У нас нельзя так. Пришел, потом пришел через полгода. Нет. Мы предупреждаем. Тебе понравилось или не понравилось, ты выскажи. Коротко. Да и нет. Мы скажем. Так по-другому у нас не будет. Тебе не нравится, что нельзя ходить там во время службы? Ну, к примеру, говорю. Мы говорим, у нас такой порядок. Желательно не переступать ногами. У кого-то послушание какое-то в монастыре. Бывает хлеб еще там или что-то. Он в виде сторожа там стоит где-то. Мы говорим, если тебе понравилось, и ты хочешь... А вы узнаете даже, где ты живешь. Значит, адрес записать. Ты знаешь адрес? Потом отдельно. Записано. Телефон записать. Сколько вам лет? Двадцать. Сколько? Двадцать. Двадцать? Ну, тогда я спрашивать не буду. А что у вас в паспорте есть? Да. Вы самостоятельный? Да. Родители ваши христиане? Нет. Как? Нет. А они узнают, что вы к нам приходите. Что они будут говорить? Они будут против. Видите, вы уже самостоятельный, поэтому этот разговор-то я не понял, сколько лет и так. Значит, я думаю, с вашего разрешения, кто-то должен поехать завтра, а может даже сегодня, если вы разрешите. поговорить с родителями. Не против ли они, что приходят, юноша их сюда. Мы вам дадим им визитку, они по визитке могут посмотреть, кто мы такие. Но о нас много знают. Много знают, потому что мы давно на одном месте. Тем более, я вел тренировые программы, визиты, имя, помилия, в газетах печатался. Люди знают. Сегодня приходят, там мы были, там, это вы, там много людей. Игнатихович, вы не расслышали, он сказал, что родители, если узнают, будут против. Я про это говорю, даже не спрашиваю. Он говорит, мне нужно услышать родителей. Он может ходить. Вы почему к нам пришли сюда? Причина какая? Я сам. Громчил. Сам захотел посолствовать. А как вы захотели, узнали про нас? Через Галину Александровну. Ну как Галину Александровну? А где с вами встретилась? Галину Александровну? Мы познакомились с ней. Как где? Познакомились с ней. А как познакомились? Через Ливию. Вот так. Значит, главное, это здесь, вот какое дело-то. Вам, мы же не нужны, Ливия нужна. И скажем, что прекрасная девушка. Так все. И бывает так, кто-то к кому-то привязан, и через него приходит и принимает веру. В этом ничего предосудительного нет. Но, если это только эта цель, а родители другого вероисповедания, там, буддисты или мусульмане кто-то, тут ничего не будет. Но она просто погибла, и все. Без креста нет спасения. И вот бывает человек, приходит к нам, мы подупреждаем, ты должен теперь, понравилось? Еще придешь? Да. А тут правило уже висит. Два-три воскресных дня тебя не было, даже члена церкви, исключается, вычеркивается за дверью. Это не я правило придумал, это правило Вселенских соборов. А на вас правило это не действует. Поэтому мы к этому правилу поставляем свое. Я автор этого, то, что сейчас говорю. Тебе не нравится здесь? Или не мог ты там? Ты приходишь через две недели. Обязательно подойти, спросить, я староста и владелец этих домов. Я обязан просто спросить, вы где были? Скажешь, а нигде не был? Мы тебя предупреждаем заранее, больше к нам ходить не будешь. Это одно предупреждение, второго уже не будет. Теперь уже с натяжкой. А ты скажешь, а я был в мечети у мусульман. Все, это выбор твой. Там побыл, а потом пришел сюда, разрешается. Ты побыл у нас здесь, а вот эти два-три воскресенья, я к каптистам ходил, там я мало их знаю, хотел узнать. Пошел к католикам, разрешается. Льготно? Это все равно, для вас разницы еще никакой нет. И поэтому мы себя не возвышаем, ходи только к нам. Мы не тянем и не обталкиваем. Но хотим, чтобы у человека была обязанность. Эта обязанность моя будет по отношению, кто она там, какая девушка понравилась. Главное, я буду пять лет за ней ходить, пока ее не подо мной. А далее она сама за мной будет бегать. Но это мог. Может, наше дело не рожание. Два слова, а дальше бежать. А дальше она как хочет, а ей деваться больше некуда. И она будет волоком тащиться, и она раздавлена. Поэтому, чтобы этого не было, мы хотим, чтобы в человеке выработалась ответственность за свое поведение. Конкретно. Василий Николаевич, за последнее, ты сколько лет у нас в общине? Ну, ходишь. Не член общины, а просто ходишь, с нами познакомился. Сколько? Ну, как на пенсию пошел, я начал на занятия ходить. На занятия. В пенсию когда пошел? В 60. Когда? В 60. Ну, что ты на 60-то? Ну, тебе когда 60? Ну, 11 лет назад. На 11 лет? Ну, не добьешься. Я же не спрашиваю, какого цвета валенки-то. Конкретно, сколько раз сюда ходишь? Это мозги такие. Ну, 11 лет. Все. Так. На бумаге. У тебя дома света нет? Лампа хоть есть какая-то? В темноте. Вот таким только быть женатым. Всегда ребятишек много. А они говорят, а почему? В местях, да в местях. А света нету. А ты один живет. Хоть на пеньке женись. Так, запиши, сколько раз ты пропустил за это время? Как тебе память не лукавить? Если я узнаю, лукавишь, солдал, разговора вообще больше никакого не будет. Ложь от сатаны. Ему никакого доверия нет. Никто ему не может доверить лжевому человеку. Так. Михаил Петрович, непредалимое препятствия. Тебя не было здесь сколько? Сколько не было? Недель ты не приходил? Напиши, завтра принеси. И напиши причину, почему тебя не было. Почему ты не отвечал на звонки? Ну, ты можешь... Я знаю, мне долго я разговаривал с Галиной Кубайки. Она мне звонила, она очень беспокоится. Ты сам напиши. Я просто тебе говорю, чтобы ты знал. Завтра принести. У нас ходит одна девица. Раз пропустила, другая раз, два. Так, почему? Я напишу. Не написала. Теперь совсем не ходит. Нет, я спрашиваю отца, почему не ходит. А я не знаю. Как так? Твоя дочь? И дочь очень хорошая. Я ей посвятил даже два стихотворения, которые Виктор Николаевич положил на музыку. Стоит дева 13-летия. Там, когда она принимала крещение, там вообще картина была. А почему? Мать неверующая. Ее никто не поддержал. Она начала молиться, поститься, ее гнобили. А дальше уже другая история. Ее здесь нету. Так, Володя, к тебе это же самое. Примени к себе. Когда ты был, пропускал. Какая причина? Написать надо. Ты скажешь, а я был на работе. Все, вопросов нету. Ты на работе, у тебя работа та, которая в ветхом завете разрешалась в субботу. Это сторож, за скотиной ухаживает, животновод и врач. Только три специальности, которые не попадали под смерть. Я субботу нарушал смерть. Пошел человек стучки собирать-то. Кто-то увел, в субботу собирает, ну, растопить надо было. Семья вся погибла. Ночь просидела, утром, он не знал Моисея законов, Бог сказал убить его, жену, детей, все убить. Это не игрушка. Это очень серьезно все. написать. Так, посмотри, если было где-то без причин, да, вот здесь я веду занятия. Приходят два, там много, краевая администрация, один обратился прямо человек, краевая администрация, нужный нам, а другой в нашем районе центральный. Оба уже с бородами приходят сюда, один мне такое стихотворение, Рогов, Владимир Георгий, ну, просто прекрасные люди. Купаться одновременно нету, два-три воскресенья, предупрежденные пришли. Почему? Ответьте, еще никуда не ходили, а где-то были там вы, ну, не были где-то. А предупреждение еще одно. Прошло какое-то время, опять пропустили, все, мы запретили приходить сюда. Мы потеряли, благодаря вот этому правилу, от которого мы страдаем. Ну, это выполнение канона. А в церкви так, сегодня, говорит, какой, колесные христианцы, привезли на коляске, его покрестили, на лимузине приехал, повенчался, и приехал, катопал, похоронили, все. Он три раза в церкви был. Один раз не понимал, второй раз не слышал. А один раз, когда был, говорит, когда венчали, я вообще, говорит, не знаю, еще было, я думал, чтобы невеста не сбежала. Вот и все. Значит, конкретно, определенно. Ничего не лукавить. Ко мне вопросы? Нет? Так. Ну, 20 лет, у меня сразу, говорится, накал спадает. Я подумал, что у тебя и паспорта-то нет. И думаю, без родителей никак нельзя. Значит, так думай, как? Ты живешь за счет или за счет родителей? За счет родителей? Ну, тогда вопросов нет. Мы обязаны быть там. Обдумай, как это. Чтоб тебе не было неприятностей, больше не приходи. А если думаешь, приходи, тогда как настоящий мужчина. Так, мама, я избираю другой пульт. Там папе скажи, я хочу познакомить вас с людьми. Вам разрешается туда прийти. Вы об этих людях можете прочитать в книгах. Дай им в интернет введи. Там море. 13,5 тысяч роликов. Это вообще. Это не просто так, а фильмы снятые о нас, которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Второе место в России документальные фильмы. Государственные. Так вот, мы не в углу сидим где-то. Значит, просьба переговорить и устроить встречу завтра. Моя вина, что это не было делано сразу. Так, а все остальное вы уже тут, вот это гляди, на каком расстоянии его держать. Лишний раз. Я совет пора даю. Сколько ей лет? 16. А? 16. 16. Ну, понятно дело. На расстоянии. А одних ни на одну минуту нигде не оставлять. Даже близко, чтобы не было. Нет? Да нет о чем. Занимайся собой. Это его еще успеешь надеть. Это она здесь такая. А когда выйдешь, там такое может полезть, что ты эту тумбу не повернешь никуда. Рассказывает, как расписались, она я на руках, я видел, такое на руках несет, и уже в подъезд зашли. Она говорит, Ваня, можно? Мы уже расписались, я сразу на шею перелезу. Так удобнее будете. Значит, имя ваше, если будете христианином, оно не пойдет здесь. Может быть, Тимофея будет. Такое изберете. Вот нас, видите, батюшка покрестил, одного ездора назвали. Это впервые назад в 2000 лет. Самый святой человек в Ветхом Завете, его в сердцах нету. И мотчат все об этом. Я просто распечатал это. Ездора у нас есть. Вы скажите-то, что он из мусульман пришел. Да, из мусульман при этом пришел. Ездора, вот допустим, давайте мы знаем хорошее, однозначно два смертных греха. Десять жен мало, одну отобрал, а хозяина убил. А по Салмону, говорит, я сейчас всех видов стащил. Какую бабу не увидит? Мне. Она говорит, мое видов, что пожалуйста, и сам ходит. Расулок потерял, самый мудрый человек. А вот этому было сказано, что имя Ездоры попало под запрет. Я стал исследовать, что это монахи, они канонизировали. У него три книги в Ветхом Завете. Он собрал книги Ветхого Завета, его Библии бы не было. Он вывел народ из плена. Он отстроил стены с Ниеми, а мне двое, две книги, еще Ниемия там. И его дед все спестит их. Он сделал всемирный развод. Евреи вернулись из плена, а жены там, другую национальность, и наполовину по-еврейски, наполовину так. Развод. Я представляю, как караваном пошли домой. Ну, там, свой язычник, хороший тесть, как провожал, муж хороший попался, работает, и вдруг возвращаются. Что? Отец, развод на всей стране, всех разбили. Я рвал волосы, говорит, я бил их этих, которые семя опоганили. Семя Авраамова, и перемешались с язычниками. Во всем государственный развод, национальный. Ну, это Гимнер сумел сделать Генрих. Половина еврея, половина немца. Ну, это уже, бывает там четвертый уже Креол. Не метист, а Креол. И что делать? Они не знают, что делать. А у них такие заслуги в Первом мировой еще были. Генеральские звания. Чистоты нету. Но они никогда уже не будут сринас-арийцев, и никогда они не будут, и дальше, говорит, белья не будут. Ну, это вопрос расовый. У нас это во Христе нет ни Иудея, ни Елены. Так, вопросов? Нету. Я забочу. Я твоих девочек очень и очень люблю. Ты сама знаешь, с какого времени, как вы рождались, как они были. Я всегда молился и думал, чтобы добрый человек около них оказался. Не обманщик. А он до нас, потому что ничего мы не знаем. Как люди говорят, принесли, говорят, кота в мешке. А еще он как-то милухает наполовину. Мы не знаем. Так, вы ничего не нарушали. Но у нас борода не греет. Пока бороду греет, человек он военношенный, даже не записывается. Один говорит, у меня работа не позволяет. Это все неправда. В армии был, вот сейчас вот у нас Никита был. Неправда. У нас в армии служили с бородами. И вот Виктор Андреевич в больнице работает. Врач патолога, на том, кажется, тогда и нормальное уважение есть от кого. Я больше не буду говорить, у меня просто шип, что ему 20 лет. Я на это упереть хотел. А 20 лет ему раз на озивение родителей, ты должен поговорить. Родители могут ультиматум поставить. Или мы, или оставайся со своим Христом. И кто тогда любит отца или мать, больше меня, Христос говорит, не достоин меня. Вы поймите, что речь идет о вечной жизни. О вечности. Это по-другому никак. Вот это решительный шаг. Кто любит сам себя, душу свою, тот погубит ее. Сегодня как раз считали об этом. Так, подумайте, помолитесь. А родители ходят в мечеть? Нет. А, это только по десвинину едят. Да, это такие, это не настоящее. Как настоящих православных трудно найти, так и мусульман. Вот в Тунисе, там Саудовская Аравия, там настоящие. Я такой маленький рассказик прочитал. Мужик отправлял деньги кому-то. Да я ошибся, номер записал, тут он прям по номеру на бумажке-то написал, поставил, ну и сразу позвонил, говорит, получили, чего? Деньги? Нет. Нет. А когда стал спрашивать, говорит, у вас другой телефон. И он тогда этим писал, извините, пожалуйста, я тут после работы не досмотрел, у меня было, кто же вернет, а сумма-то приличная, ну и молчок полный-то. Маленько погодя, ну а баба его пили, да вот что ты, да как ты мог, да такие деньги, тут мои свои заложил, отправил, вот тогда по тому адресу пишет. Благодарим, что приняли наши деньги, это мой ИГИЛ, нам очень нужны подвижники, которые шахиды подрывают себя. Благодарим за понимание, что деньги-то приняли, завтра утром в 6 приезжаем, вы сегодня просите с женой, нам как раз нужны те, которые могут подорвать себя. Будьте готовы. Ровно через 30 секунд обратно, извините, телефон был в другой комнате, и в 3 раза больше денег прислал, не приезжайте, я слепой, я глухой, у меня ног нет, я уже полгода на улицу не выходил, никто вам не откроет. И все деньги вернулись. Значит, нужно знать, что сказать? А с мусульманами, которые шахиды, с ними не шутят. Если ты христианин, был мусульманом, стал христианин, объявляю тебя вне закона убить. Вы знаете это. А у христиан он ушел, да и ушел, мы молимся о нем. У нас рядом не было, кто бы ушел в мусульманство. Ну, бывает, баптиисты уходили, по-прежнему молимся. Мы покрывать все даже и любовью Христа. Так, что неясно я говорил, Василий Николаевич? Ясно. А ты-то еще зачем? Про Катю ты забыл, грузинка, которая вышла замуж и четвертой женой была у мусульманин. Ну, это что, она приняла мусульманца, что ли? Нет, но она писала, потом ее потеряем. Я говорю, я приняла, которая не туда попала. Она большую роль сыграла. Она познакомилась с Атоном Геннадием Пастом у нас, в Аптистской. И ушла с концом. Так? Ну, это, что вопросов-то нет, это хорошо. Значит, на будущее имейте в виду. Завтра, вший день, обдумайте, как. Сделайте его шагом таким. Не просто так, тайно приходить. Зачем это нужно? Вы совершенные летние. 20 лет это уже муж. Хотя у евреев считалось 30 лет. До 30 лет отрагом считался. До 30 лет нельзя ему было быть учителем. Христос вышел 30-летний. Ну, закон такой. Это вас врачей так разбалывали. А вот в Греции было так. Он акулист хороший делал, глаз прорезал, грас выйти, к смертной казни. Все. Не каждый возьмется шаглатанствовать. Это все ставилось. Вопросы? Если ничего нету, поблагодарим Бога. Завтра утром придете? Думайте. Решайте. И поэтому желательно, чтобы вы сегодня с родителями поговорили и скажи, завтра люди желают, чтобы было все по-хорошему. Или пригласи их сюда, тоже разрешается. Отец есть? Нет. А, без отца одна мама, да? Да. Мама, ты только должен помнить, что мама тебе желает благо. она тебя любит. Не хочет, чтобы куда-то ты влип, как на нас говорят, псевдо, секты и прочее. А сегодня, когда ходили, обратно, крестный ход шел, архиерей меня увидел, строй нарушил, остановился, руки растянул и как на Пасхе трижды поцеловался. Это любовь. А люди, которые не знают, это архиерей, митрополит. Почему? Бог послал. Потому что до этого был тот, который нас добил. А это Бог дал такого, который друг и брат. Вот так. Если ничего нет, поблагодарим Бога. Так, когда мы молимся и в конце аминь говорим, аминь, значит, ты согласен. Ты должен сказать аминь, или не говори, значит, не согласен. полная свобода, которую дал Бог. Определите свою свободу. В дальнейшем, если с родителями решили и будете приходить, пропусков не должно быть. Если будет, пока доглашение, тогда скажи, где ты был. Чтобы мы вставим все в 4. В 40 всегда вставим. Воскресенье, чтобы успеть помолить. Может, кому-то это не нравится, но это наш выбор. Так, Михаил Петрович, ясно я выразился? Ясно. Василий Николаевич, все понятно? Понятно. Господи Боже наш, ты дивно велик, слава тебе. Распусти нас с миром. Если что, не по воле твоей было сказано, прости меня грешного и помилуй. И благослови Руслана избрать правильный путь, найти тебя, жить с тобою, ибо ты есть судья вечный. Будь милостив к нам, защити сие место, и сердце родителей, матери его, умягчи, обрати ее на путь спасения. Кроме тебя нет иного, ибо ты умер за грехи наше, Христос. Слава тебе. Эту радостную весть да принесет сын матери. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. У вас Евангелие есть? Аминь. Есть? Да. Вот все. Ручка где? Еще не пришел писать. Мы молились, сказали на Руслана, Тимур не Руслан. Тимур, Тимур, ну, виноват. Бог-то знает, что я ошибся, неувышенный. Для меня, и какое-то смысле нету, в этом. Которое, и другое, и ссорил. Как Бог-то? М? 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 Подождите. Есть такие люди, которые пришли, друзья, познакомились, они стали преслявыми в очень высоком рамке. Ага, сколько жаль. Сокорфила моя. Давай. А,icionalи поехала. Альца Виколаевна. Ну, как уйти, я не могу. Марисон сказать. Подвижите